Ограничения на импорт цветных металлов ввели из США и Великобритания. Они касаются российских алюминия, никеля и меди. Их цена после объявления эмбарго резко подскочила вверх. Правда, ненадолго. Первая реакция была, все металлы подскочили. Причем алюминий подскочил на 9,5% почти, 9,4% никель подскочил на чуть-чуть меньше, на 8,8%. Но что интересно, что первая тревога оказалась сложной. То есть уже к концу дня алюминий торговался всего лишь меньше, чем на 2% выше предыдущего закрытия, а никель вообще на 0,2%. То есть в этом смысле какого-то такого долговременного влияния не случилось. Российские производители, например, Русал, уже сообщили, что компания от новых санкций не пострадает. Все дело в том, что ограничения ввели по сути только на товарных биржах в Лондоне и Чикаго. И это лишь малая доля мирового товарооборота. Большинство поставок цветных металлов между Россией и другими странами идут не через эти биржи, а в двухстороннем режиме – от продавца к покупателю. Санкции касаются только поставок металлов трех на эти две биржи. Они не запрещают прямую торговлю через трейдеров между производителями. Производители – это Норильский никель и Русал. Не запрещают им поставлять металл на мировой рынок через трейдеров. Собственно, что они делали раньше? Просто это создает некоторые неудобства для некоторых трейдеров и как бы немножко отрывает российские металлы от мировых торговых площадок, признанных мировых торговых площадок. Российский бюджет тоже почти не почувствует на себе новых ограничений, считают аналитики. Продажа алюминия и никеля приносит доход, но несравнимый с нефтегазовым сектором. Конечно, это не основная статья российского экспорта. Ну вот я так приведу общие такие цифры. Ну там по сырая нефть 110 миллиардов долларов, нефтепродукты 69, газ 55, черные металлы 32, химическая промышленность 37, машины и оборудование 32 и всего 17 цветные металлы. Это на уровне экспорта сельского хозяйства. В то же время считать, что эмбарго, введенные в Великобритании и США, ни на что не влияют, не стоит, указывают эксперты. Разрозненные санкции по отдельности, может, и не бьют по российской экономике. А как они действуют все вместе, тут экономисты приводят цифры. Когда говорят, что санкции не работают, это все не так. Вот статистика 23 года. Падение экспортных доходов на 28,3 процента с 592 миллиардов до 425. Значит, падение положительного счета текущих операций платежного баланса с 237 до 50 миллиардов долларов. То есть это цифры, как вы видите, очень ощутимые. Евросоюз к санкциям в отношении цветных металлов пока не присоединялся. Два года назад здесь уже звучали призывы ввести ограничения в отношении алюминия и никеля из России. Тогда против этого выступили европейские отраслевые ассоциации. Не исключено, что это все же случится в будущем, и цветные металлы попадут под ограничения в одном из последующих санкционных пакетов ЕС. На данный момент в числе крупнейших покупателей российских алюминия, никеля и меди называют Германию и Финляндию. Субтитры создавал DimaTorzok